Играет музыка Нави против Tempo Storm Это вторая карта, это Cobblestone Это пик Нави Только что Нави одолели на оверпассе на чужом пике Своих оппонентов из Бразилии И сейчас бразильцы должны будут одолевать уже на чужом пике На булыжнике команду из Украины Где парни показывают замечательную совершенно игру Особенно на атаке На самом деле я даже надеюсь, что если они возьмут ножи То они возьмут атаку первой половины Потому как там они просто невероятны Я вообще хочу, чтобы Tempo Storm начали качать своих оппонентов Начали шатать и начали обыгрывать Нави Потому как вроде как на оверпассе мы увидели Что есть потенциал Команда может, команда хочет Есть игроки, которые могут Но по игре все-таки больше вопросов Нежели понимания того, могут они выиграть или нет Cobbl Cobbl это пик Tempo Storm Cobbl, мне кажется, против Нави Не самый удачный пик для бразильцев Но тем не менее Вчера они обыграли Virtus.pro на этой карте Возможно, они что-то знают И, конечно, будет очень важно сейчас то, за какую сторону они начинают Ножи, опять же, будут определять сторону атаки Для Tempo Storm, либо Defense И вот если они начнут за атаку У них может пойти Опять же, честно сказать Я не смотрел демки Tempo Storm на Cobbl Не знаю, как они играют Но я надеюсь на то, что парни покажут борьбу И, возможно, мы даже увидим третью карту Я понимаю, что кто-то там ставил Он не хочет смотреть третью карту А я хочу экшен А я хочу борьбы И я хочу, чтобы бразильская дружина Все-таки показала уровень мастерства На самом деле, хотим вообще 12-часовой стрим Потому что, а, это выгодно для нас Б, это вообще классно, когда ты уже умираешь к концу стрима Но все-таки последние капли пота Последний Counter-Strike остается перед нами И сегодня целых 4 Best of 3 Что означает, что может быть целых 12 карт И это будет очень и очень интересно Будем надеяться, что все Best of 3 будут Не то, что там 2-0 и какие-то изичные карты Все будут очень-очень плотными Все будут очень-очень интересными И Cobblestone Бразильцы могут показать Мы знаем, что их друзья LG Они могут показывать на Cobblestone И они довольно неплохо на нем выступают Хотя, конечно, это далеко не их сигнатурная карта Но именно атака, которая здесь сильнее на этой карте Она похожа на то, что делают обычно бразильцы Она похожа на ту агрессию, которую они обычно способны исполнять И будем надеяться, что совсем-совсем скоро уже не начнут Потому что вроде все загрузились тысячи миллиардов раз И все уже ready Но все никак не начнем И это грустно немножко Действительно, даже бот Скотт покинул уже серверы И вроде как... Скотти Скотти, да Скотти Тот самый Тот самый боти Скотти Лучший из всех Аллу уже ушел от нас К сожалению, не играет, кстати, в топовых пока команды Ну, очень сложно, на самом деле, найти коллектив Потому что, ну вот, фактически, куда можно взять Аллу? Да, давай просто рассмотрим варианты Это только Face Единственная команда, которая, ну вот, миксовая Которая играет на всех языках В Финляндии у него есть там вроде как Энце команда Но что-то там... Они совсем-совсем не так хорошо играют, как хотелось бы И чтобы выходить в топовую дивизию А, есть еще, кстати, вариант поехать в Америку Да, кстати, это один из традиционных вариантов Сейчас не только Simple Еще и Легия, еще и Го Би переехали Кстати, советую вам посмотреть за командой Energy Довольно интересная команда, состоящая из целых двух уже легионеров в Америке Мало того, у них еще есть там три замечательных вполне себе американца И, насколько я помню, они выиграли даже квалификации Контр-пит лиги американского дивизиона И мы их увидим в Хорватии Совсем-совсем скоро То есть через две недели мы увидим их в Хорватии в Сплите Где они будут показывать классы Го Би снова вернется в Европу, обратно Да, может быть, кстати Ну, Го Би, в общем-то, у него был здесь великолепный шанс С Моу Спортсами продемонстрировать всю лучшую игру Но, кстати, вот, как мы видим, в принципе То, что набрили Го Би Это пошло на пользу команде Моу Спортс Она реально стала играть лучше Кстати, посмотрите, вот на HLTV.org Есть статистика по игроку команды Моу Спортс Есть у них там такой Ника Ковач Тоже еще один Ковач У него очень крутые статы по первому дню Несмотря на то, что команда не вышла из группы Но парень просто там... Божил Да, он Божил И по некоторым показателям просто, ну, там у него сумасшедшая статистика Посмотрите просто, как это отыгрывал человек Но, вот, например, в ключевом раунде на Кобле Против кого это не играли, когда они проиграли и не вышли Я не помню, там ситуация была такая, что Нико пошел, просто один умер на Б Не Нави ли это было? А? Не Нави ли это было? Возможно, я не помню Просто нет, не Нави, там был счет намного сложнее У нас уже пошел рестартик и сейчас мы будем наблюдать ножи Да, да, именно так оно и произойдет Я все еще надеюсь, что Нави возьмут ножи и просто возьмут себе атаку И не будут париться, потому как на ней они очень-очень сильны С другой стороны, если начнутся защиту, посмотрим, на что они способны здесь Ясное дело, карта приготовлена, раз уж они ее пикнули И на АЕМ Катовице уже довольно много Кобблстоунов было отыграно Особенно в первый день Вторая группа почему-то Кобблстоунами нас не так баловала И не знаю, не знаю, почему это, кстати, так произошло Вроде как и те же самые фраги на Кобле довольно неслабо должны отыгрывать Но, в конце концов, никто не пикал, так не пикал И мы видим то, что вроде как Нави проигрывает по ножовщину Да, именно так оно и есть Бразильцы по ножовщине очень хороши Бразильцы из LG на протяжении всего первого дня, по-моему, не проиграли ни одной Или если одну проиграли, то это все равно очень-очень хороший результат Ну, Фавела Бойс, суровая молодость Все-таки надо, ну, как бы надо тренироваться А как вы знаете, мы с Сеней обсуждали ножи, да Там у нас ржавый нож, судя по всему, у Эдварда У Зевса вообще два ножа, он ими так и не научился до сих пор пользоваться Поэтому, видимо, ну вот Ты знаешь, вот на самом деле сейчас, да, вот Нави команда играет против Нави играет против команды, которая немножко слабее, да То есть вроде как можно компенсировать отдачу ножей Компенсировать тем, что они будут играть просто против более слабой команды И, в общем-то, сторона не сильно решает Но вот когда они проигрывают ножи там в более важных матчах Да, там Фнатиком, тем же, там Энвис, не знаю, там Астралис Все-таки это имеет большее значение Поэтому действительно надо, ну, не знаю, я думаю, что можно, в общем-то, позвонить Стариксу И сказать вообще, чтобы он как-то с этим поработал Потому что, как бы там ни было, знаешь, вот вроде это такой фан Вроде это не сильно там влияет, ну, вроде ножи Ну, то есть была раньше монетка, сейчас ножи Но все равно, если ты регулярно выигрываешь, то уже пора задуматься Ну, да, LG напрямую, то есть это зависело Они выигрывали ножи и они вышли с первого места Не то, чтобы это, конечно, стопроцентно У нас, кстати, все-таки начинается игра Наконец-таки рестартнули и погнали смотреть пистолеты Темпа Шторм выбрала атаку И это в очередной раз говорит нам о том, что все-таки атака на Коблстоуне более интересна И легче исполнима Опять же, нави будут защищаться Мы видим то, что Сиз взял себе ЦЗшку, будет исполнять дропруму Эдвард тем временем пошел пушить со своим П-2000 И замечу, что максимум, что он здесь делает пока что Это собирает информацию Нет, он выходит из-за бокса Причем Флейми будет играть на размен Но очень-очень близко стоит рядом с ним И вполне возможно, что мы увидим первое противостояние именно на платформе Да, выходит Флейми, дает пару шотов Попадает по Хенни, сберывает ему половину ХП Эдвард остался с 13-ю, отходит обратно Тем временем Сиз с ЦЗшкой подходит сюда же Мы видим то, что нави защищается полностью в четвером на Б-Пленту И Гардиан заходит в спину своим оппонентам Это такие системы от Керригана мы наблюдали на протяжении очень большого количества времени И вот он идет в спину своим оппонентам И дальше все-таки ничего у него не получается Тем временем еще и убили всех, кроме Зевса и Эдварда Эдвард тоже покинул этот мир И Зевс остался последним против трех игроков Темпа Шторм Бразильцы очень легко штурмуют Б-Плент Но в конце концов Даниэл Один пытается вытащить Это у него заканчиваются патроны И на перерядку уже не будет времени Темпа Шторм берут этот раунд без проблем Неплохо отыграли Темпа Шторм Навязали борьбу на БМА Накоцали своих оппонентов Законтролили спину Гардиан довольно-таки опромечиво сыграл Вроде, видимо, пошла инфа о том, что пошел выход И он поторопился На самом деле его там ждал бразильский человек И в конечном итоге его убил Интересно, смотри, эко-раунд от Na'Vi Четыре гранаты хаешечки Сейчас что-то будет баскетбол Такой паблик формат на самом деле Да, хаешный раунд И сейчас просто откидывать на платформу Судя по всему это будут Хотя, ну вот первые хаешки полетели Пока дем уже никакого не нанесли Точнее первая я из-за четырех И СИС тем временем дает информацию о том, что слышит С их оппонентов на дропруме Но пока Темпа Шторм удерживает свою позицию Никуда не выдвигаются И вполне возможно, что на самом-то деле пойдут на Аплент Там как бомбы находятся сейчас на миде Подконтрольное шоу и Хэйни И всего только три игрока находятся на платформе И постепенно, да, они просто уходят И вполне возможно, что мы увидим именно выход на Аплент Нежели на бэк, где застаканы целых пять игроков Na'Vi И судя по всему они будут двигаться в район Аплента Через лонг, одновременно через мост Или нет, нет, нет Подозревают что-то Темпа Шторм Они, видишь, менжуются, пытаются сейчас чекают боковуху При этом бомба находится перед бэ Na'Vi никуда не смещается Тут уже правильно, тут у нас уже Лукас вышел и убирает Сист молодец, делает минус И в меньшинстве сейчас находится Темпа Шторм И выходит на бэ, и вот сейчас будет баскетбол Да, полетели Хаяшки, Эдвард сносит болт Тем временем Фелпс ему никаким образом не помог Он должен был выходить на размен 12 хп остается у Флэйми после того, как Фелпс Отстреливает с Петушка, но все равно в меньшинстве Темпа Шторм Шоу Тайм Отструбает Сизда И таким образом Хэйни вместе с Фелпсом Совершенно спокойно начинает ротацию на Аплент Здесь Фелпс находит на перетяжке Гардиана Еще отстреливает спину с Девса Но тот разворачивается и СТ вешает ему голову Шоу Тайм убивает Флэйми И Шоу Тайм вместе с Хэйни остается вдвоем Против двоих игроков Нави, которые пока что зонированы И нужно работать с балкона Нужно работать здесь выходит Выходит все-таки Зевс первым Эдвард его прикрывает Они даблой, очень плотный даблой Движутся очень медленно через шифт Прямиком на Аплент Здесь уже стоит бомба Время работает Хэйни Отличная голова на Зевса Эдвард влетает сюда же Петушок чужой законтрил Диффузов нету, играть сложно, но нужно Нужно как можно быстрее сесть и начать диффузить Во всяком случае вытащить своего оппонента И делать фейк диффуз Шоу Тайм Выдвигается сюда И получает голу от Эдварда Эдварда, если время Нету времени Нет диффузов Все равно, в любом случае я бы отметил Хорошую работу от Нави Они сделали два минуса Ситуация была, кстати, 5 в 3 И темпо шторм Прочувствовали то, что на Б Очень сильно пахнет жареным И сместились на А Сделали в конечном итоге Денису Станули бомбу И мы видим, что ситуация Один в один очень даже Ну, ясно Взрывается бомба Но давай посчитаем просто Насколько Нави сильно нанесли вред экономике темпа шторма Они убили четверых Плюс размутил Эдвард себе АК У него есть тяжелый армор И если сейчас при определенном факторе удачи Ваня хорошо отыграет Может даже неплохо сложиться Эдвард занимает дроп рум И делают укрепление в боковухе НАТО с Винцер Пошли туда три игрока Да, Лонг на самом деле Даже четыре игрока пришли Шоу Тайм Тем временем будет, судя по всему, первым открываться Здесь при этом его тиммейты идут на ЗЗ Лукас находит Зевса Зевс падает первым Но мы прекрасно понимаем то, что здесь сложно воевать против калашей с пистолетами Шоу Тайм Выходит на сено Находит там Зевса Гардин падает следующим Остается только Флейми Который, конечно же, здесь будет полностью неудел Заметь, что в предыдущем раунде Фелпс с его выходом на коннектор От дроп рум и с окна Должен был делать как минимум минус 2 в его позиции Он нашел только Гардина И дальше Зевс Завершил замечательный разворот на 180 И смог обеззреть своего оппонента До того, как он смог уже нанести больший урон Команде НАТО с Винцерой Было П90 Который вроде по идее там зажал кнопку Бежишь, топишь и просто ну все Сносишь вроде как на маленьких дистанциях Это идеально работает Тем не менее у нас у Гардина есть АВП Бай, первый девайсный раунд Нави обороняются У нас в боковухе сразу начал работу Зевс Кстати, дефолтная для него позиция Я помню какое-то время вроде он держал дроп рум Но сейчас вот уже последние карты Я наблюдаю, что Зевс постоянно играет один на этой позиции Прикрывает собой тучку А В общем-то, не самое плохое действие И благодаря тому, что Зевс играет в боковухе Нави держит в четвером точку Б Гардиан подгорает, подгорает, отходит Но все-таки сохраняет жизнь Совершенно дефолтный молотов этот тупой И здесь очень много демм же для Гардиана Однако для снайперской винтовки это в принципе не так важно И дают ему все-таки уйти за коп На самом деле могли бы остановить Гардиана уже здесь Ковыч смотрит, смотрит болтся Прекрасно понимая место расположения оппонента И пока что темпа шторм идут очень-очень медленно Не хотят покидать свою дислокацию Болтс погибает от точного выстрела Ковыча Лукас тем временем откидывает Сизда Флейми убивает Лукаса И здесь пошли размены уже очень-очень серьезные Шоу Тайм 12 хп Чрезвычайно тяжелое положение Единственный плюс то, что у него за спиной есть Хенни И то, что против них всего два игрока Однако Зевс заходит в спину Его никто не видит Хенни погибает Шоу Тайм остается последним здесь Против двух игроков украинской команды И Шоу Тайм убивает одного Но дальше Зевс заканчивает работу своей команды Великолепное действие Даниила Тесленко Отличная работа от Дани Хороший тайминг Он все-таки был ключевым, наверное, в этом раунде Потому как ситуация была в 2-2 И вот Гардиан опять мажет Мы говорили об этом перед картой Что Гардиан что-то вот не включается Он мазал довольно-таки много на... Ну как, сделал пару минусов Но все-таки он довольно-таки часто мазал с АВП Сейчас он тоже сделал 2 или 3 выстрела минус Мимо Но Болса он убил Да, Болса он убил Но потом он, когда пошел выход Он не мог это принять Ну и Натус Винсер вроде как берет раунд Но по деньгам на самом деле проблемы То есть сейчас каждая смерть Каждая потеря девайса и армора Это экономическая проблема И даже Нави, если будет набирать раунды То по деньгам будут проблемы Тогда как у Темпошторм вроде как все неплохо Но в случае, если Нави возьмут раунд Темпошторм будут делать эко-раунд Пока в Бразилии здесь смотрится неплохо На карте заажа Вот, получилось У Флэйми все-таки убить Фалпса здесь Очень долго он сидел на бусте Но мы видим то, что Темпошторм теряет одного из своих ключевых игроков Нави пока что только просели Два игрока Флэйми 9 хп Зес 8 хп И мы видим, что не до бай Только один М4 Фамос плюс УЗИ Плюс Макс 7 И АВП у Гардена Гарден и вправду не только сегодня не очень хорошо стреляет Он начал вообще весь АИМ не так здорово, как от него хотели бы видеть большинство фанатов Нави Весь первый день так не очень получалось Он держался где-то в середине или внизу по фракстатам Однако Хэнни проходит через СССР Гарден не имел никакой информации Снайперская винтовка Команда Нави падает И дальше Зевс Лоу хп Выходит на Хэнни Тот его отстреливает в свою любимую девайс Замечивает, что снайпер нашел снайперскую винтовку Это двойное поражение для Нави в этом моменте Которое было, конечно, очень и очень печально Отсутствие информации Вот что сыграло В пользу Темпошторм здесь И они мало того Еще сейчас контролируют Аплэнд И бомба будет уже сейчас поставлена Сист вместе с Флэйми Флэйми проблемы с хп Сист проблемы с девайсом У Эдварда Фамас И Лукас его прикончил в дропруме И Нави даже непонятно Сейвить эти девайсы Не сейвить эти девайсы С другой стороны Тут есть диффуз кит Вторые арморы Можно, наверное, попробовать Да, можно попробовать Нужно это делать Потому что по проблемам у Нави На самом деле, я говорил По экономике ужасные То есть, несмотря на то, что Они взяли раунд Они потеряли четверых Засейвил АВП Зевс Но мы видим, что Гардиан Он такое ощущение, что Он просто даже не ожидал Что придет снизу Наверх-вниз придет оппонент Он просто не перекрывал Даже эту позицию Он не подозревал, что там будет Оппонент Но это просто какая-то Несобранность от Словака Флэмми делает минус Болс Будет пытаться засейвить Все-таки тяжелый автомат Очень мало хп Несет у Флэмми Он выживает И Лукас его не находит Это, в принципе, хорошая новость Но в целом Печаль-беда По деньгам плохо все Нави обязаны делать Два эко-раунда Это просто Ну, то есть, тут Гадалки не ходил На самом деле Потому что, ну, по-любому Во-первых, нужна палка Нет, не-не-не Они закупают Что есть То есть Да, улыб на все деньги Напоминают французы вчера А чем закончили вчера французы? Печаль-беда Вот именно По-моему, пятое место Из шести Тут немножко другая ситуация И, в принципе, такой бай, я бы сказал Все-таки нетипичный для Нави И он скорее связан с тем Что они понимают Что в любом случае будет два эко Поэтому попробуют все-таки Сейчас зацепиться Ну и делают бай Есть АК Есть СМК УЗИшка И два пистолета Да, и темпо-шторм Пока что не особо торопится Мы видим, что бомбы Они вообще откинули На деспауне И ждут каких-либо поджимок На миде Тем временем Лукас контролит Возможный буст С дропрума Но Нави Не хотят Не хотят никуда выходить Это совершенно логично Мало того У них с девайсами проблемы Эдвард работает на дереве С дезертыглом Тем временем Гарден второй на кубе То есть у них дабл дезертыгл В одной линии практически стоят И зебра в руках Гардиана Вполне возможно будет стрелять Именно первый Потому как он будет принимать Клоуз платформу Но Нави не видит врага Темп-шторм Оставили только одного Фейкующего болта Который создает какую-то движуху Или ее видимость Здесь на Б-пленту Но на самом деле это фейк Потому как бомба-то движется На самом деле в лонг И в А-плент И Зевс вместе с компанией Будут сейчас Просто вне позиции Да, они не угадывают И у них, кстати, абсолютно нет информации Непонятно, на чем основано это действие Вот сейчас они вроде как включились Смотри, два поджимают Б-мейн И три стягиваются на точку А Вообще мне нравится Как играет Темп-шторм за атаку Парни очень прикольно двигаются Понимают, что вообще они делают Но все классно Фейлт делает минус сис Тут Зевс принимает Флейми делает минус И сразу же ответочка от Темп-шторм Да, очень-очень быстрый ответ от Темпа И Эдвард вместе с Гардианом Остается совсем не удел У них нет девайсов У них есть только дезертыглы Которые можно сейвить На следующий раунд Серьезно закупа не будет никакого И Темп-шторм с легкостью С легкостью обходит Всю эту защиту из пятерых На Б-планту Выходя с Лонгана А И постановка бомбы Без проблем удается У бразильцев И должно быть Что и дальше Так оно будет происходить Пока что Нави не могут открыть Тот ключик Точнее найти тот ключик Который будет помогать им Защищаться от Темпа Не считая девайсов Наверное, все-таки надо дожить До следующего девайса И попробовать Как-то по-другому сыграть Возможно, что даже Агрессивнее Чем то, что было Возможно, ты знаешь Да, сейчас у нас У Гардиана с Эдвардом Остается два пустынных орла Возможно, они попробуют Все-таки Да, Гардиан делает минус Лукас Возможно, заберет АК Подбирает АК Но нет, не успел Он это сделать Болт все-таки убивает Гардиана Эдвард остается с Деглом Ну и сейчас Эко Учитывая то, что в прошлом раунде Был бай на все деньги Сейчас точно Эко И в следующем раунде Уже будет возможность У Нави зацепиться Но вот он кобал От бразильцев Да, взяли пистолеточку И на девайсах У них все получается Подожди, взяли ножи Выбрали атаку Взяли ножи Выбрали атаку Да, то есть Вот, кстати, да Вот, ты прав Взяли ножи И можно вспомнить опять Про Про ножи То, о чем мы говорили И возможно, ты знаешь Такой фактор Который тут сыграет Один из ключевых ролей Ролей И как бы Это правильно? Это хорошо? Сист Приемка Пошла платформа У него, конечно, мало шансов Однако, если ваншотом Там сможет хоть немножко Раздамажив своего оппонента Будет неплохо Но он погибает И мы видим, что стак от Na'Vi На Апленду Теперь тоже является Неактуальным Совсем Не угадывают Не угадывают еще раз Но в экономических раундах Это, в принципе, не так важно Слив все равно будет засчитан И так и так Деньги-то хоть какие-то придут И уже впоследствии Можно будет играть с девайсами На восьмом раунде На который, в общем-то Ложится вся надежда Na'Vi на то, чтобы побеждать Вопрос только в том Рождены ли они сегодня для этого Или проснулись с плохим настроением И не смогут удержать победу На собственной карте Что будет, конечно Интересно, с одной стороны Интригующе Но для фанатов будет много вопросов Каким образом Это Cobblestone, чуваки Что такое? Действительно Как бы В общем-то Они забрали-то свой пик Правильно Оверпасс А Cobbl вроде как Не их пик Стоп-стоп Наоборот Темпа Темпа забрали Это был пик темпа Оверпасс Нет, оверпасс Это был пик Na'Vi Да? Я говорил о том Что удивительный пик И он хороший пик Вроде как для Na'Vi Потому как Na'Vi пикнули оверпасс А Темпа шторм Пикнули Cobbl И я говорил о том Что да, вот карта Вроде как для Na'Vi Подходит Все хорошо Но Темпа шторм Очень неплохо Играет Cobbl И сейчас На самом деле Огромная проблема У Na'Vi Можно, конечно Не сказать о том Что все-таки Это карта террористов Тут все-таки Атака Больше раундов берет Но Опять же Для того, чтобы Комбетчить За атаку самим Нужно взять Какой-то минимум 5 раундов Это было бы 5 это было бы Да, это было бы В идеале Уже При текущем положении Вещей На самом деле Опять же Всегда нужно Какое-то время Тебе, чтобы Прииграться То есть Очень часто Бывает так Что, например Ты отдаешь Первых 5-6 раундов Потом Притираешься К своим соперникам Начинаешь их читать Начинаешь понимать Что они делают И просто Берешь Все оставшиеся раунды Темпа шторм Подходит на Б Очень быстро Сейчас возможно Будет сразу же Выход Эдвард получает 2 хэшки в лицо У него остается Всего 2 хп И он сразу же Покидает свою позицию Что совершенно логично Главная проблема В том, что он Скушал еще и флешку Просто при помощи На ешек Его уничтожили Флт дает Минус 2 Гарден пытается Ответить на шоу-тайм Но шоу-тайм Замечательным образом Кладет ему голову И сис вместе С зевсом Остается вдвоем Против пятерых И нами просят пауза Потому что Это будет тактикл Потому что Нужно успокоиться Поговорить Потому что Почему же Почему же Дождь капает По лужам Парни Обороняются Все хорошо Делают бай И они не ждут Просто выхода на Б Что делает Темпа шторм Темпа шторм не пушит Темпа шторм подходит Делает тайминговый выход С гранатами Фелпс Они накидали гранаты Они знали Что Эдвард будет Ой За боксом Что происходит Это снова Вчерашний день Нет Это не будет Вчерашний день Это очень близко Было к тому Чтобы затащить И кстати Если бы он убил Этого пацана За кубом То он бы Затащил этот раунд Сделать минус болт Сейвить все таки Свою мпшку Так вот И оказывается Что нави Банально не готовы К выходу на Б Вот Вот проблема Вот пауза Вот нужно обговорить Парни Давайте просто выдохнем Давайте подумаем Вообще Над своим поведением Что мы делаем Темпа шторм Знали И знают По моему Это все знают Это даже я знаю О том Что Эдвард Стоит постоянно Каждый раунд Либо Эдвард Либо Гардиан Стоит за этим ящиком На Бмэйне Вдали Они просто берут туда Там Когда Гардиан Заходил Они бросали туда огонь Когда сейчас Стал Ваня Они Тайминг Как раз Все классно складывается Стоит там Эдвард Они подходят Они знают Что там есть оппонент В дымы Просто кидают туда хаешки Эдвард уходил У него было Два хп Два хп Да При этом он еще съел флешку Пытался спрятаться За памятником Его короче похоронили Он даже никого не видел То есть парень Просто отыграл На ноль процентов В этом раунде Ну и оказывается Что нави Не готовы принимать Выход на Б И это есть проблема Есть о чем поговорить Есть о чем поговорить Единственное что можно сказать Это то что Гардиана не было Снайперской винтовки В этом раунде Он играл через штормовуху И он тоже был Совершенно не у дел И его позиция была Не такая же дефолтная Которую он обычно выбирает И мы видели Что Фелп с ним Тоже разговаривал Очень-очень быстро Гардиан ничем не смог ответить И непонятно даже За что цепляться В этих моментах То есть я не знаю Что сейчас нави могут предпринять Не считая какого-то Возможного еще большего Ранней агрессии Там каких-то бустов Но это все уже перекрыто Темпа шторм Начинает свой раунд С того что контролирует Все точки Смотрит все возможные выходы Которые уже нави продемонстрировали им И да Вот сейчас Сейчас смотрим Как они обсуждают Очень красивый стадион кстати Который же был В предыдущий раз В этот раз он еще лучше выглядит На мой взгляд Он такой более красочный Больше иллюминации И всего остального И мы видим то что Бразильцев сделали желтыми Хотя они вроде синенькие У них облачка на эмблеме Да Но я думаю Может быть это еще Как-то с флагом связано Ну у нави например Есть типа тоже желтый То есть они могли бы быть желтыми А темпа шторм Могли бы быть синенькими Но не суть важна В любом случае Очень симпатичная иллюминация Очень симпатичные фотографии игроков И очень несимпатичный счет для нави 1-7 Я хотел интригу Я ее получил Ну и теперь давайте Включайтесь нави Пора потеть Пора показывать Уровень контрстрайка Царский Божественный Ну и что у нас нави Нави принимает решение Сделать экораунд С засейвленным Кольтом От Дани Зевса 2-3 играют И мы видим ранний пуш Здесь лонга Эдвард будет принимать Сена Зевс ЗЗ контролит пока что Чтобы не случилось того Что случилось с Гардиан До этого Флейми Выходит на платформу Здесь Солк 3 игрока Темпа шторма Отличный хедшот От Флейми Вот он кто Видимо будет тащить Хотя на самом деле В предыдущей карте Например у Сизда Получалось очень хорошо Стрелять Сегодня мы этого Точнее на этой карте Мы этого не наблюдаем Может быть он будет Той звездочкой Которая начнет Но если Асист У Сизда не получается Обычно раскрывает себя Флейми У них какая-то есть Взаимосвязь определенная И мы видим Что Флейми Откинул уже голову Фелпс Правда у него Самого осталось 25 кпл Он выходит На врага Асист Отвечает на болтса Дальше Тем временем Шоу тайм Ждет очередных Поджимов от Эдварда Тот стоял-стоял Выждал Очень-очень много времени В конце концов Начинает открываться Показывает свою бочинку Но уходит обратно Бомба Все еще лежит На подходах к Б-пленту Гардиан решает Поджать и забрать АК-47 Теперь целых два девайса Имеется у Нави Эдвард тем временем Отходит подальше Чтобы играть Опорного на А-пленту Зевс держится в углу И Гардиан ждет Он будет одним принимать Б-плент Полностью при этом Ротация будет от Эдварда Быстрее всего Посмотрим Гардиан за Лениным Ему дает флешку Видит, что кидаются огни И ждет Когда же к нему подойдут Открывается первым Шоу тайм Отрабатывает его Без всяких проблем Дальше Хэнни Убирает Эдварда С карты Зевс Точно выстрелом голодом Все-таки сработал По шоу тайму Но Лукас вместе с Хэнни Вдвоем Что они будут с ним делать Что будет Точнее делать Зевс Здесь скорее всего Ничего У Гардиана Совершенно не залетает Парень вроде как Ну то есть Вот сейчас он был Важнейшим звеном на Б Вроде как Неплохо отыгрывал Был за памятником Все было нормально И он просто банально Не убивает Два фрага Ничего не делает Вообще Словак Просто спит Я не знаю Боссу пора просыпаться Пора его Может нужно взять его Веслом каким-то По голове стукнуть Чтобы там Сувенирным Сувенирным веслом Пиксельным за 10к Неважно Сейчас у нас два АВП У Гардиана У Сизда есть Снайперская винтовка Три Мочки У оставшихся игроков Ну и счет уже Плохой Очень плохой счет 1-8 Несмотря на то Что в прошлом раунде Могли зацепиться Нави за Эко раунд За сейвленным Одним девайсом Все-таки ситуацию Три в три Очень четко Разрулили темпа шторма Я бы отметил Вот как они Классно халдили Они вот До последнего Ты помнишь Когда Эдвард Выходил с боковухи И его все равно Сидел и ждал Чел с Респа Сейчас у нас У флейми Небольшие проблемы Ну как небольшие На самом деле Неплохо прошел Болтс Но у него в руках М4 Поэтому он не убил Это главное Если бы был бакалаж Было бы немного Другой разговор Но нет Здесь был М4 Так что Фелпс выжил Точнее Болтс выжил Прошу прощения Продолжаем Попадает по сисду Которая играется ВП на БМН Попадает Хенни Отпугивает сейчас сисду Очень важный На самом деле Ему ни в коем случае Нельзя умирать И все-таки это происходит Хенни перестрелит Хенни вообще сегодня Просто великолепен Стягивается темпо шторм На точку Д По волне возможно Сейчас будет сразу же выход Пошли гранаты Раскидочка Нави понимает Что это скорее всего Б Очень долго готовят Темпо шторм Выход Видимо там невероятное Количество гранаты И все-таки парни решают Они увидят что после гранат Выхода нету И нужно стягиваться Гардиан Гардиан один Прикрывает точку А Делает минус Хенни Отличное начало И это может быть Второй раунд 20 секунд до конца раунда Гардиан Как в спину Пришел Фелпс Куда вы сбору третейдет Пришел дропрум И убил Гардиана Зевс сразу же на развороте Убивает Фелпса Боллс сразу же Отправляется в коннектор И мы видим то что Здесь целых три игрока Которые выходят на аплант Против них Играет Зевс И Флэмми Зевса находит Но Зевс был впервые Шоу-тайм И справился с управлением Лукас Дальше отвечает на Зевса Флэмми на развороте Неплохо против Лукаса Но Боллс приходит с балкона 11 хп у этого Замечательного шоу-бомбандира И Эдвард понимает То что время закончилось Боллс проигрывает этот раунд И темпа шторм Точнее проигрывает этот раунд Это ужасно было тяжело Очень долго Было кисло Вяло Вообще было непонятно Что происходит А потом просто Бешеная серия Разменов Динамика Гардиан Который принимает точку А И мы приходим в спину Фелпс Алло Куда вы смотрите Парни Где вы вообще Где мой бэкап Почему сзади никого нету Что это за лол В конечном итоге Нави берет второй раунд Девайсы есть Но опять же В прошлом раунде Они потеряли 4 девайса У Гардиана есть сейчас палка Но нету армора И темпа шторм Опять начинает медленно 3 плюс 2 Это каждый раунд У них один и тот же дефолт Два человека смотрят поджимы с точки А И три держат с точки Б Нави решили укрепить точку Б Пятером Да Это супер Вообще защита При этом никакой информации Нету сейчас у Нави О местонахождении противника На Апленту Что совершенно логично здесь И Эдвард Вместе с Флейми Пошли пушить Флейми будет первым Кто будет открываться Сейчас здесь На болсу болс погибает Неплохо Неплохо И на размен никто не выходит Замечуя что Фелпс Играет очень медленно Здесь лежал смог Поэтому он решил не выходить Сист тем временем Пропушил дропруму И Лукас падает И теперь Фелпс Полностью окружен игроками Нави Но самое ужасное для него Это то что два его тиммейта Находятся на лонге Но у них нет бомбы Ее нужно срочно притащить Это то что должен сделать Сейчас Фелпс Именно поэтому мы за ним Будем наблюдать Очень и очень Я не знаю Я не знаю Кстати Денис слышал Своего оппонента Он знает что здесь есть Хороший был буст Вопрос знает ли Сист была ли здесь бомба То есть Когда он был Ну да То есть он может быть Понимает что есть оппонент Но не знает есть ли бомба Фелпс Выходит на Сист И Сист не справляется Фелпс Очень-очень Хлонокроен Сист у него 5 Он выдвигается Сейчас в сторону Аплента Совершенно логичным Потому что у Хэни Есть информация По месту расположения Оппонента На Апленту Там он находит Ковач Ковач погибает на Вен На Зевс тем временем Играет опорника на А Ждет своих тиммейтов Флейми 34 хоповый Идет вместе с Эдвардом На перетяжку И Зевс Если его прочекают Если его прочекают Это будет очень больно Он слышит постановку бомбы На шоу тайм Смотрел ровно в этот угол И вешает голову Зевсу Эдвард вместе с Флейми Должны вдвоем Выбивать целых трех игроков Бразильской команды И у Хэни Получается стрелять Как нельзя Лучше Боже что творит этот парень В этом раунде Да и в других раундах На самом деле Снайпер команды Темпер Шторм Просто великолепен Флейми Один против трех игроков Бразильской команды Которые поставили бомбы Он понимает Что ему ничего здесь не светит И ему надо идти на сейв Убивает курицу Это поясни Все что может дать Это только убить курицу И это просто Какое-то печаль Я даже не знаю Как это назвать Что самое интересное В этом раунде Нави делали два минуса Опен фрага было два На стороне Флейми делает минус Шоу тайм 5 в 3 была ситуация И все-таки Бразильцы Браво перевернули Денис Мы смотрели за ним Ты смотрел за Фелксом Я смотрел за Фелксом За Денисом Я не понял Он увидел модельку Почему он Он даже вроде не выстрелил Он просто его не убил Хотя позиция была идеальная ХП остался у Фелксом Берут Темпа Шторм Раунд Счет 9-2 У Флейми Засейвленный МП И у Нави Абсолютно ничего не складывается Казалось бы Вроде взяли раунд Сейчас могли тоже затащить В какой-то момент Я подумал Что включились парни Наконец-то начинают копать Включился Флейми На самом деле Его штурмовые активности На плато Они работали Они должны были сработать В конце концов Но если Гардиан Не перестреливает Хейни При одинаковых условиях Это Ну то что То что не должно уже работать То что Не может Никаким образом Остановиться И Фелкс убивает Гардиана В конце концов Ковач решил Что он Ну нафиг вообще Пойду я просто умру В принципе тут пистолет Это не важно Мне вот интересно Старик вчера смотрел игру Против Virtus.pro на кобле Или нет Он знает как играют его оппоненты С другой стороны Вот даже недостаточно знать Как играют оппоненты Они могут свою игру Постоянно варьировать Да И в общем-то мы видим Что Tempo Storm Это делают Они варьируют Они варьируют свою игру За атаку У них это неплохо выходит И в принципе Они очень часто Просто перестреливают Своих оппонентов В Na'Vi такое ощущение Что после оверпасса Заснули Да Как там Наступает ночь Просыпается мафия Вот это приблизительно С Na'Vi Только наоборот Проснулись С Tempo Storm И начали карать своих оппонентов Флейми делает минус-болл Ситуация 1-3 Нужно сейвить Но Флейми для уверенности Идет и ставит еще Третий фраг На самом деле Лукус падает И сейчас Флейми должен Чекать все углы Нет никакой информации Место расположения противника Мало того К нему идет шоу-тайм В спину И его отстеливает Не читается Здесь сзади шоу-тайм Для Флейми Но и к сожалению Егор Васильев умирает Счет 2-10 Для Na'Vi вопрос главный Сейчас это по раунду Экономически То есть делают ли они Бай или нет Ну и по-прежнему Гардиан у нас на дне Я даже не знаю Можно ли это назвать дно В принципе 3 раунда Это конечно очень мало За 12 раундов Всего-навсего 3 килла Гардиану нужно включаться Гардиану снова дали Снайперскую винтовку Если в этот раз Он ничего не покажет То очень много вопросов О том что же он будет показывать На второй стороне И с каким счетом Они выйдут на вторую сторону Потому что максимум Что сейчас может быть Для Na'Vi Это 5-10 Ну а темпа Могут выйти на Совсем-совсем печальный Для Na'Vi в счет Зио с ЦЗшкой На самом деле Здесь совсем-совсем Квази байт 2 ЦЗ Плюс М4 Плюс Фамос Плюс АВП При этом у Флейми Нету армора Он голенький И нету раскидок Что интересно Сейчас делает Темпа Шторм Они этого Не то чтобы давно не делали Я даже не вспомню Когда это делали Они смотри Они сейчас втроем Чекают боковуху И тут Na'Vi Вообще отдали Практически эту позицию Так они отдавали Точно так же Ее Да Но там Зевс играл Чек Как-то выигрывал Сейчас по девайсам Все плохо И Na'Vi По-моему Понимает Что-то не так Ох Это будет больно Зевс слышит Ооо Должен остановить Напорно Лукас дает Минус 2 Минус 7 Минус Зевс Флейми Получает огни В очень печальной позиции Ему становится 37 хп Но дальше Убивает его Лукас Гардиан Отрабатывает Шоу тайма Но он один Он окружен противниками И он очередной раз Ошибается И остается только Соло Эдвард Против четырех игроков Темпа шторма Это 2.11 Это полный развал На первой половине карты Кобблстоун Темпа шторм Показывает нам Невероятные вещи И это был Бай раунд Сейчас у нас нет денег Соответственно На последний Уже будет бай И там непонятно По поводу Девайсного раунда Только что Я не знаю Обратил ли это внимание Темпа шторм Довольно таки Интересно действовали Два игрока Находились перед Б с бомбой Три игрока Шли через боковуху Спустились через зиг На верхнизу Там где Лукас поставил дабл И в конечном итоге Игроки Два игрока на Б Выходили вдвоем А эти втроем Зашли на хелпу В мидл И зажималась точка Б То есть Отличная тактика Не так часто ее На самом деле увидишь В исполнении террористов Ну и что Раунд Нави вроде как Укрепили точку Б Сист прошел В тот момент Когда Фелпс кидал гранату Поэтому ему удалось убить С самого понятного Болтс его сразу же Разменял Ужаснейшие тайминги От Фелпса Замечательный от Сист Да тем временем Зевс попытался Еще и убить Болтса Но тот Очень-очень точно Маслил голову И таким образом Темпа шторм Остали четвером Против троих Правда у Нави Нету вообще девайсов У них есть дизерт иглы Хотя можно подобрать Здесь Подобрать Акасов Седьмой Был лоу хп тотальный Там было два или девять Что-то около того Можно Лукас Лукас Падает Следующим Ну получится ли еще Нет не получается При этом мы видим то Что Шоу Тайм и Хэнь Остаются вдвоем При этом они не знают Место расположения оппонентов Флейми сейчас постепенно Вроде как ротируется на А Обратно Он думал прийти на Б Но нет Остановился И теперь два игрока Нави Распличены по двум плентам Темп шторм пока что ждет 36 секунд остается у команды атаки Чтобы здесь довести дело до конца При этом раскидки есть Есть арморы Есть хорошие девайсы У темпа шторма У Нави нету ничего Замечу что АК-47 лежит здесь У бокса рядом Почему-то никто его Так и не забрал Хотя могли Могли уже несколько раз Это сделать Но да не важно Хэнь открывается первым Шоу Тайм Будет ему ассистить Гардиан По нему не попадает Он реализует этот шанс И дальше Шоу Тайм Убивает все-таки Ковача Остается только Флейми Что мы так орем еще Я не знаю Ну потому что Нави на дне Мы пытаемся И вытащить оттуда Попытка не пытка Да попытка не пытка Кстати это Экараунд И у Флейми Пустынный Орел Шоу Тайм в Курятнике Тише Тише На шифте На шифте Пытается найти своего Понятого Но не видит его Шоу Тайм Право Темп о шторм Вообще Очень парни удивляют Великолепная игра за атаку Наказывает своих Более именитых соперников И Ну что Великолепный счет За первую сторону Можно опять же Вспомнить ножи Пистолеточку И так далее Девайсы У Нату с Винсера На последний раунд У Гардена опять АВП Опять нет армора Четыре Эмочки Дефузы есть у одного Эдварда Посмотрим Будет тяжело Будет очень тяжело И главное Что даже если они выигрывают Этот раунд Все равно Они выходят на счет Три-двенадцать Бразильцы Невероятнейшая игра Очень-очень хорошее Исполнение Гардена Стреливает первого Тем временем МСИЗ должен принимать Вроде как дропруму Но решил Немножко более пассивно сыграть Лукас здесь зажат И вполне возможно Что его Гардена Еще сюда подожмет До конца он выходит И добивает своего оппонента Шикарная стрельба От Гардена Здесь в тем временем Оформляет еще и шоу тайма Болт вместе с Хэнни Вдвоем Не видит своего оппонента Который бежит в смоках Болт что? Эдвард Минус два Легчайший Через смок Темп шторм Все-таки отдают последний раунд Но это еще не важно Это просто Это просто Я даже не знаю Три раунда отдали Ну Темпа шторм Берут три раунда Один раунд берут Нави Темпа шторм Берут пять раундов Один раунд берут Нави Темпа шторм Берут четыре раунда Один раунд берут Нави То есть Все плохо Серьезно? Серьезно? С дефенс Все плохо Но С другой стороны Карта Террорист Ориентирована То есть Тебе было бы легче Если бы Нави Выиграли первых три А потом отдали 12 подряд Нет Я бы просто констатировал Чуть другой факт Я бы сказал Что там взяли пистолетку Да И были голимые всю дорогу А тут просто Ну то есть С другой стороны Я хотел интриги Я ее получил Темпа шторм Показывает Что на оверпассе Просто не умеют Не складывается Не получается Посмотрим Вы знаете Кого обвинять Короче Во всем том Что делают Нави У нас кто тут Хотел интриги Если вы прогрегаете скины Можете так же Обвинять у меня Потому что я накаркал Упала икона И конечно Ладно В любом случае Тут хорошая перетяжка От Нави В сторону А Через коннектор Правда Болтс это делает Читает Слышал Он сиз Дагардин тем временем Погибает от Фелпса Флейми заходит Спорт В спину Болтса Убивает его Все-таки Зевс Неплохо срабатывает По хейне Дальше еще и продамаживает Фелпс Утого остается 6 хп Флейми оформляет Минус 100 Отлично Переворачивает Нави Пистолетный Потеряли сразу двоих Но великолепная Ответочка Ну и что Комбэк из рил Как всегда Да Вызываем Звоним Знаменитому Израильскому Пацану Который сейчас приедет И будет разбираться Кто тут Что Кто почем С другой стороны Темпа Шторм Выбирали Кобал Наверняка Они умеют Ты про Иисуса сейчас? Кобал Знаменитый Израильский чувак Я про кумбэка Из рил Из рил Из рил Израиль Это же Еврейское игре Правильно Он же изи Значит вот он Сейчас Вполне возможно Подъедет И будет разбираться С нами Так вот Темпа Шторм За дефенс Должны показывать Неплохую игру Все-таки Кобал Это их пик Правильно? Правильно Вышел сейчас Со скаутом Не попал Продамажил его Флейми до 32 хп И сейчас Фелпс наверное Будет немного Попассивнее отыгрывать Шоу Тайм Должен ворваться первым Потому как он Все еще 100 хпов И показал Что может пострелять Из пистолета Но ни по кому не попадал Эдвард 22 хп у него остается Они выдвигаются Постепенно в сторону лонга Замечу что бомба Лежит пока что на миде Но ее подберут Как только будет ясно Вообще куда идти Лукас там продамажил Его немножечко Он остался 65 хп Тем временем Хэнни вместе с Болтсом Вдвоем с двух углов Кроют выход на лонг Это вполне возможно Будет очень опасно Для Нави С другой стороны Они играют с тремя калашами Плюс Галил Плюс Узи Так что убойная сила Имеется У Нави Вопрос только в том Верят ли они В эту убойную силу Верят ли они Самих себя В данный момент Гардиан будет открываться Ему будет помогать Зевс И Ковач Ковач не видит никого Но прочекает Хэнни Сначала Чекает его Убивает Легко просто Болт старым Но очень Очень читается Сейчас Темпо Шторм Для своих оппонентов Сист тем временем Будет разбираться с Шоу Таймом Или Шоу Тайм Будет разбираться с ним Кстати Узишка не выпала Поэтому придется делать Буст сюда Чтобы забрать это Узи И потерять какое-то количество времени Но факт остается фактом Что Темпо Шторм Этот раунд не забирают И попробуют засейвить свой ЦЗ Узи плюс Скаут Очень осторожно играли сейчас Нави Понимали, что Можно отдать Эко-раунд И тогда будет совсем печалька Парни отыграли по максимуму Отличную концентрацию продемонстрировали В этом раунде устанавливается бомба Сейвят свои оставшиеся девайсы Темпо Шторм Ну естественно В принципе Выбор не очень большой В общем-то Они понимают, что еще один Эко-раунд У них есть арморы Есть Скаут И было бы неплохо его засейвить Это все понятно Тут еще возможно Можно было найти кого-то Но Девс нашел своих двух оппонентов И сделал два минуса 4.12 Сейчас еще один Эко-раунд Для Темпо Шторм Ну Нави На пути По дороге к камбэку Знаешь, мне кажется Даже когда мы выйдем На первый девайс на раунд Темпо Шторм Главным вопросом все еще будет О том, что будут Нави делать с Хенни Потому что у него летает И он снайпер И он на КТ-сайде сейчас Да, не только у него залетает Периодически Вот это же тот же Лукас У которого сейчас вроде как 9 фрагов Но за атаку он несколько раз Делал очень важных минусов И то есть как бы даже В целом Если у него фраг стат Не очень хороший То при этом Ключевые важнейшие минуса В двадцать раундах Вышел сейчас с бусты на бокс Получил по щаму И выход с платформы Будет без всяких проблем Осуществленная команда Нави В этом раунде На Б-плэнд И возможно даже и бомб поставит Успеет денег заработать Нет, не успеет Ну не важно Важно то, что Темпо Шторм Сейчас проигрывают И очередной раунд Я имею ввиду Целых три подряд На второй половине Вот теперь тот самый момент Когда Нави должны тащить Начинать тащить Против них играют Два ФАМОСа ВП плюс Две М-четвертых Что касается Нави Сист не меняет Свои УЗИ Что ты думаешь Вообще по этому поводу? Я думаю, что это нормальный вариант Учитывая то На какую позицию Он сейчас пойдет Если он будет играть В дропруме А очень часто он делает Именно это То в общем-то УЗИ не самый плохой вариант Он может сделать минус Сразу попробовать у кого-то Отжать тяжелый девайс И в общем-то Это не самый Плохой вариант Для него Сейчас он просто чекает Дропрум Ну то есть Абсолютно нормально И очень часто так делают Не только Сист А многие проигроки Хуже будет Если он дальше Будет бегать с УЗИ А при этом Нужен будет тяжелый девайс Но у нас все хорошо По деньгам у Темпо Шторм Первый девайсный раунд Чекает Сист Дропрум С АВП играет Гардиан Тут у нас наверное Будет дуэль Против Хэнни Снайперская Играет на верх-низ Ну Нави Бомба находится пока Перед А Оставляют одного Эдварда Он будет чекать боковуху Зевс ждет Какой-то агрессии На верх-низ Отдает бомбу Стягивается к нему И в это время Флейми с Сиздом Скорее всего Будет работать Дропрум Эдварда Который пушил Сена И очень-очень красный Остается Зевс После того По нему попали В ЗЗшки Попали к нему Из-за ВП Он на самом деле Должен быть уже Мертв Но не тут-то было Флейми кстати пропушил Дропруму И поэтому у него Замечательная позиция Для выхода на П-Планет Но бомба-то совершенно не здесь Хэнни все еще живой На лонге И бомба ротируется сюда Шоу-тайм Сейчас встретится с Гардианом И тут снова не ожидая То, что здесь может быть кто-то Плато полностью оставили Темпа Шторм Этим воспользовались Вошли в туннели И Гардиан не ожидал Он шел с ножом Он говорит Парни, как вообще Такое возможно? Флейми убивает Лукаса И Б-Плэн чист Но бомба все еще не здесь Не здесь Шоу-тайм Убивает еще и Зевса И теперь контроль над бомбой Полностью принадлежит Темпа Шторм И танцы будут Вокруг этой бомбы В туннелях Сист приходит первым Вместе с Флейми Вдвоем они пытаются Выбить Шоу-тайма На он Показывает Квадракил Что это сейчас было Бразильцы Ну Шоу-тайм очень классно На самом деле отыграл Сист с Флейми Все-таки упали в дропрум И задумка была такая Что Нави будут сплитовать Точку А через дропрум И через верхний Там где был Зевс Эдвардом И с Гардианом В конечном итоге Видимо что-то пошло не так Начали стягиваться Игроки с А На точку Б Шоу-тайм в это время Поджал Б-мейн Видимо И сделал минус бомба Приходит Зевс Мало хп Услышал оппонента Знает что здесь есть Близко оппонент Лежит бомба Он берет дропа и такая И подбирает АВП Что это? Ну типа лоу хп В принципе С этим можно сыграть Многие говорят Что лоу хп с АВП В принципе лучше чем Ладно С Калашом Не будем Я не буду просто акцентировать На этом моменте Я хочу акцентировать На том что Они встретили Хейни На лонге Да это главная проблема В том почему Они не дотащили бомбу На Аплент Это Хейни Они не могут его ликвидировать В самом случае Они потратили Некоторое количество усилий А именно минус По моему там был Эдвард И минус фул хп Зевса До 17 хп его пробил Да Это означает то что Они кинули На него Какое-то количество сил Поняли что Биться головой бесполезно Начали ротацию на Б-плент Дальше их там встретили И мы видели к чему Это все привело 13-6 И сейчас да Есть шанс Есть закуп у Нави И давайте посмотрим В чем это все придет Нави интересно сейчас действует Они играют в троем Через боковуху Тут у нас один болт Прикрывает эту позицию Если Нави откроет нормально Как раз эту часть карты То возможно будет все хорошо Опять они по-моему Делают тот же самый раунд Смотри Флейми Шоу тайм Не тайминговая хэшка в руках Не помогла ему здесь сделать ничего Конечно же Флейми его уничтожает В голову через окно Тем временем болт Должен был принимать лонг Но у него тоже ничего не выходит И таким образом Темп и шторм Остаются вдвоем Совсем вне позиции Хейни Вот этот раунд Прости пожалуйста Вот этот раунд должен был быть Таким же в прошлом То есть в прошлый раунд Они должны были сыграть Точно так же Но что-то пошло не так Видимо темп и шторм Немножко изменили Своё расположение За дефанс Хейни остался на Б А до этого был на лонге И он принимал Эдварда И Зевса Оставив ему 17 хп Хейни Это всё то Ключ Что является ключом Да Угадай где Хейни И пойди в другую сторону Да Ну и в конечном итоге Нави устанавливают бомбу И идут уже искать своих оппонентов На самом деле я бы Был немножко осторожным В этом плане Потому как раундов ещё много Впереди И Нави сейчас намного важнее Мне кажется Засейвить свои девайсы Но парня иного мнения Гардиану всё-таки нужно Приобрести уверенность В своих силах Он делает ещё один минус С ВП У нас остаётся последний Лукас И Нави отлично выбивают Засейвленные девайсы Темпо Шторм И у Темпо Шторм Эко При этом Судя по всему Пахнет двумя Эко-раундами И Нави может Не бразильский вариант Я тебе сейчас скажу Мне кажется они настолько То есть они готовы Выкупать Фамос И всё остальное Но Мне кажется что нет Вот Темпо Шторм Вот не было каких-то таких Дурацких закупок Вот которые мы видим Например очень часто У команды Энвиас Поэтому мне кажется Что всё-таки будет грамотно Их два Эко И плюс опять же У нас есть Хэнни Для которого нужна палка Ты посмотри что это творится Флейми взял себе софт-доп Джей Ви гейминг начинается Посмотрите как хорошо работает Эта палка В лоук дистансе Сиск минус два Шикарнейший Флейми всё-таки убил шоу таймер Дальше болт всего отработал Хэнни соло остаётся Но опять же Темпо Шторм не было вообще ничего Но мы все прекрасно знаем Что Джей Ви говорит Что это лучший девайс В дропроме Однако Только после Джей Ви Я вижу только Никого не вижу Кто играет так же Божественно как он Проблема в другом Что эта палка Она хороша внутри дропрома Как только ты заходишь вне Все эти дистансы Они полностью нигилируют Это оружие Это же выглядит смешно просто Это самое короткое По своей дальности И по своей эффективной дальности Оружие Он просто этой дробью Ничего не делает Только комаров В упор себя пугает И возможно ещё Не знаю Воздух разгоняет Но Темп Шторм играет Второй экономический Ты был прав Да Но я же тебе говорю Опять же Хэнни нужна палка Плюс по Опять же По раундам И в целом По игре Темп Шторм может позволить Себе сейчас отдать Два раунда И им намного важнее Сейчас иметь Хорошую экономическую составляющую Они это понимают Нави начинает играть Уже более агрессивно Начинает быстро занимать Позитивные Лайми Отрабатывает Фелпса Который играл Класс дистанции Точнее на платформу Замечу что в самом начале Был такой волейбол Нави кинули Две хэшки в пустоту Темп Шторм Откинули три хэшки В пустоту В ответ Ровно на ту же позицию Ну практически на ту же позицию И уже потеряли Фелпса Что касается Расположения Мы видим то что Они находятся втроём На Апланту Шоу тайм контролит Дропруму Плюс коннектор И бомба все еще Даже не пришла на АБ Несмотря на то что Флейми вместе с Гардианом Уже полностью Этот Б-плент Нацепили Дали инфу Что надо отнести Наверное уже бомбу Пора бы И поставить денег Заработать Что еще нужно от жизни При этом Зевс Хорошо поработал Наверх-низ Он стянул туда хэлпу Он держал на себе Как минимум Три игрока Темпа Шторм И в конечном итоге Мы видим что Зевс возвращается Забирает бомбу Гардиан делает еще один минус Ну и 13 фрагов Он уже потихоньку Скоро может обогнать Эдварда Зевс 15 И Флейми 20 Действительно Флейми выделяется Очень много он делает киллов За дефенс он хорошо работал Сейчас включился за атаку Последний у нас остается Хэнни У него засейвленный Успик Его можно не искать В принципе Но Нави Иного мнения Нужно просто Ну помнишь Я еще на первой половине говорил Что Сист играл на предыдущей карте Хорошо При этом Флейми Ничего такого не показывал Здесь наоборот ровно Вот когда у Систа прекращается Вот этот порох В пороховницах Сразу же Флейми подбирает И начинается Вот Флейми 22 Сист 10 Что откуда Совершенно диаметральная позиция От оверпасса И я говорил Что у этой двойки У них есть какая-то Не знаю Знаешь как у морей Которые подземными водами Питаются друг другу Одно становится суша Другое становится Более полноводно Там у Каспия По-моему такая штука есть Вполне возможно Что это так Сейчас Нави Начинают агрессивно Перед точкой Б Не торопятся Отдали полностью точку А Поскольку нету Пуша агрессивного На Б Лукас пришел Под Гарден Мне кажется Чуть ли не первый раз Он встретил здесь Снайперскую винтовку Ковача И удивился Удивился Ну и Нави Начинают С 5 в 4 Есть возможность Взять раунд И нужно его забирать Нави в атаке Пока играют Довольно таки неплохо Отдали правда Один только раунд Но у них Всего тут Возможности ошибиться Совсем мало Этих возможностей Для того чтобы Все таки выиграть игру Нужно набирать поболее У темпа шторм Появляется дырка в обороне Болтс прикрывает Дропрум Два игрока играют Опорника на Б При этом А точка полностью чиста Вот сейчас смещается Хэнни на девятку Он работает там С АВП Чекает боковуху И Нави Стягиваются все На Б Судя по всему Будет какой-то Тайминговый выход С гранатами Через я думаю Может быть это будет Вообще коннектор И аплэнд Потому что Такое количество народу Именно на дропруме Оно может много о чем говорить Хотя нет Плато занимает Точно так же Нави Сейчас и Фелпс будет первым Кто будет встречать Своих оппонентов Так Болт смотрит дробу Получает флешку От своих же товарищей Кидает голову Флейми Полностью в слепой Эдвард тем временем Вместе с Зевсом Убивает шоу Тайма Фелпса Болт падает следующим Хэнни остается последним Точнее Хэнни Остается последним Гардиан Здесь оформил Минус один И 15 секунд Остается Ему надо тупо жить Хэнни 12 секунд Но нет конечно Его зажали со всех сторон И в конце концов убили Ну и судя по всему У нас пауза От темпа шторм Тактическая Скорее всего Парням нужно подумать На самом деле Что делать Потому как пока У них не складывается Счет 10-13 Нави продолжают Играть неплохо Никаких агрессивных Быстрых пушей нету Все очень медленно Все очень четко Понимают Нави Что довольно таки высока Цена ошибки Ну вот ты хотел интриги И видишь Здесь получается Менее вакидуальная интрига То есть интрига В формате камбэка Внутри одной карты Мне кажется устраивает Всех вообще наших зрителей Без всяких третьих Там до Миражей Где будет потно И будет страшно Я бы Мираж посмотрел Конечно Не ну а почему нет Ребят Ну четвертьфинал Отличная игра Отличные команды Я хочу Темпа шторм Реально это Перспективный коллектив Вы видели как сейчас В Luminosity играют Они в последнее время Показывают Невероятный прогресс Темпа шторм Это вот Уже знаешь такая Мини копия Luminosity Те же бразильцы Да Они начинают Потихоньку набирать Они сейчас Напрягут Na'Vi Да Они наберут опыта Они сейчас потом Начнут шатать команды Которые они раньше Которые им проигрывали Они начнут обыгрывать Более сильные коллективы Начнут набирать силу И укрепляться Да У них появится уверенность Опять же И растет сцена Контерстрайка Растет конкуренция Ну и это очень хорошо Это я сейчас смотрю на аватерки Темпа шторм И у них все игроки Не считая болтся В шапках каких-то Либо возможно в каких-то Не знаю Что это Кепки Или еще что-то там Родишь Как это вообще Почему они все В головных уборах Фотографируются Они вообще знают Что когда заходишь в помещение Нужно снимать шапку Особенно если дама сидит Тут Дама сидит Где? У них нет дамы Я не знаю Есть ли у них дамы Все валеты Одни валеты Одно В общем не важно 13-10 Замечательный счет От Na'Vi Отличная игра Да То что мы ожидали Причем Если брать первую половину Где Guardian Вообще ничего не мог сделать Сейчас он вроде как делает Но не так уж много Негромадные минусы Там не минус 3 Не минус 2 Просто там Соло киллы Но они тоже очень-очень важны Они сносят те позиции Которые обычно мешали Na'Vi При игре в первой половине И темпа шторм Сейчас будут наблюдать Делать тактическую Решать что им делать В следующем раунде И как по твоему Вообще что они могут придумать Ну не считай Вот какой-то еще Мне кажется Что им не хватает Контроля боковухи Вот они Очень пассивно играют На этой позиции Они отдают инициативу Команде Na'Vi И Na'Vi может варьировать Свою атаку И темпа шторм Не могут прочитать Своих оппонентов Да То есть Мне кажется Что нужно темпа шторм Работать агрессивнее Наверх-вниз И в боковухе Посмотрим Какие они сейчас выводы сделали Главный вывод Для них сейчас Это эко-раунд То есть они понимают Что до конца Осталось совсем немножко И нужна экономика Пару раз сразу же покидает Эту позицию Выходит на ЗЗ Тут уже Сист И Сист Сэдди просел Получил хэдшот Но это был только Юспик У него второй армор Поэтому каска спасает Более-менее Темпа шторм Остается вчетвером Фелпс Точнее Пытается помочь Самому тимейту Откидывает флешки Откидывает голову Зевсу Это начало На самом деле Может быть конца Даже сейчас для Na'Vi Но нет Флейми Успокаиваются Их товарищи Убивают здесь болтсы На пушках Фелпс Тем временем Играет опорника Прямо на пленту Вроде как Молотов должен был Его подгореть Немножечко Но нет Он не касается Огни не лиджут Его ноги И Фелпс Остается жив-здоров 54 хп Пытается сейчас Удержать Аплент Но ему Не судьба Это сделает Лук с тем временем Падает предпоследним И шоу-тайм Остается соло Против четырех игроков Na'Vi Которые поставили уже бомбу Замечательный Легкий выход С другой стороны Очень много деможи Получили парни Из Na'Vi Просели довольно-таки Сильно Na'Vi Я даже В какой-то момент Подумал о том Что они могут Отдать эко-раунд Но все-таки Парни разрулили Все хорошо Сейчас у нас Полноценный бай Для Tempo Storm Два АВП Кстати Мы первый раз Наблюдаем Две палки У Tempo Storm При этом Мы видели Дабл палку У Na'Vi В защите Да По-моему Точно Хенни И по-моему Вторым был Лукас Но сейчас я смотрю Что АВП ушел Тайм Вполне возможно Что парни На самом деле Они такие уже простые Да В этом плане То есть Все умеют стрелять С весла И в общем-то У них Может он просто Не умеет И будет пугать Потому что оно громко звучит Упил как пугач И все И типа люди такие Убежали О мой бог Там Хенни Там Хенни Слушай Это фейк Хенни Да Давайте смещаться В другую позицию Фейковый Хенни И они такие Хопа Уходят в другую сторону А там Хенни Их уже принимает Довольный улыбчивый И вот прям сейчас С флейми Боже мой Он просто не смотрел На ЗЗ Он просто не смотрел На ЗЗ Никих раскидок Против Хенни Который без проблем Отшивается у первого оппонента И это опен фраг И это 4 против 5 Я не знаю С чем Навит сейчас думали В этом моменте Но Соло Сист Идет фейковать На дропруму Дофейковался Получил пулю от Лукаса И теперь уже Без Систа Будет совсем не весело Остается Зев С Эдвард и Гардиан Которые втроем Засели на Сене И постепенно Постепенно Пешочком доходит Я хочу сказать Что вот она пауза Темпа шторм Смотрите что сделали Темпа шторм Они укрепили Дропрум И поработали с пассажирами Которые там постоянно Падают туда И создают там проблемы Это Сист и Флейми Они работают На этой позиции За атаку И вот поняли Темпа шторм Что я говорил Да про боковуху Про то что нужно Контритер вниз Да Но при этом Они еще так же Сделали выводы Видишь по дропруму И законтролили эту позицию Нави находится в меньшинстве Крайне сложно Будет здесь взять раунд Ситуация 3 в 5 Заходит на точку А Два игрока Уже находятся там У темпа шторм Смещается также На хелпу Игрок Фелпс На девятке И пошел выход От нави Обач будет первым Открывать Получает флешку Выдвигается дальше К планту Но Хенни Останавливает Гардиана Дальше Останавливает еще Эдварда Куда дальше Боже мой Что творят эти Темпа шторм Проносится Проносится со скоростью шторма Хенни на планте Просто сделал два Великолепных минуса Ну опять же Тут было все сложно Для нави Ситуация была 11 11 в 5 Ситуация была 2 3 в 5 Но сейчас Счет 11 в 4 Ну и что Нави Нави проблемки Нави небольшие проблемки Небольшие Ну небольшие 14 в темпа шторм По-моему Это вполне все большие Если брать то Как идет динамика раундов То да Казалось бы Темпа взяли 1 Потом отдали целых 5 И сейчас они снова Отдадут 5 То тогда все у нави хорошо Но Может быть и все будет не так Опять же W слоу у шоу тайма И Хенни Хенни все еще смотрит ДЗ Все еще работает на лонге И мы помним Что те раунды Которые он работал на лонге А не на Б А планту У него удавались Лучше всего И в том случае Особенно если нави Туда все таки заходили И Хенни удавалось Продемонстрировать свою силу Мы помним Минус Эдвард Минус Илоуха по Зевса Где провал был Впоследствии уже При контроле бомбы Мы помним Те раунды Где сейчас Вот то же самое случалось С Сиздом в самом начале Опен фраги от Хенни Это довольно больная вещь Для нави И они впоследствии Не справляются С теми раундами Которые они отдают Сначала Снайперской винтовки Темпа шторм Судя по всему Читается сейчас нави Для темпа шторм Думаешь Да я вижу Они и так усиливали здесь И постепенно Единственное Хенни Остался на А планту Ему доверяют Понимаешь Он настолько жесткий Мужик Что ему можно довериться В соло состоянии на А И вот он начинается заход Фелпс будет принимать Клоуз позицию Мы видим как парни Огрока на курятнике Фелпс убивает одного Гардиан продолжает мазать Вообще полностью Сусю Он по-моему Даже по-своему Сейчас задел И он погибает Потому что спины Уже пришли к нему Флейми Погибает последним Это полный провал Темпа шторм Легко и просто Остановили весь пуш нави Кинув один молотов Контр молотов И парни из нави Не решились ничего делать Они остановились Можно было в принципе Попробовать Например полностью зарашить Обратно Законтролить мидл Но у них не было Ни одного опорника Который бы смотрел бы Их не было никакой информации Было страшно уходить назад Надо было идти вперед Но они в какой-то момент Просто остановились И не смогли совладать С тем что Продемонстрировали Темпа шторм Ну и пауза Темпа шторм После паузы Да был экораунд И два девайсных раунда подряд Нет проблем сейчас У нави по экономике Парням нужно что-то делать Четыре маппоинта Так продолжать Если они так будут продолжать То мало того что Карта закончится Мы не читались сейчас Ты видел там укрепление Точки Б вообще было Просто То есть они Они принимали Все просто сидели На точке Б И принимали команду Не всех Они держался у коннектора На планту Потом только быстро перешел Но даже его снайперской Витовке не понадобилось Чтобы убивать Если бы они поработали Немножко на точке А И заставили сместиться Хелпу Тогда было бы намного Легче заходить на Б А этого не произошло Заходили просто Прямолинейно в пятером И на самом деле Вот сейчас по-моему Нави сделали вывод Из прошлого раунда Они уже действуют Немножко по-другому Чекают боковуху Бомба при этом находится Можно сказать Все-таки между Непонятно, да Куда пойдут в итоге нави Нужно немножко Динамичнее действовать Здесь Рожденным побеждать Потому как Время идет И нужно еще чекать позиции При этом опять же Смотри Темпо шторм Укрепили Б полностью Там фактически Четыре человека находятся Гардиан взял бом И на самом деле Перешел на мидл И Хенни Будет единственным игроком Защиты Который будет смотреть Этот план Флейми тем времен Дропнулся И выходит на Б Замечу Что здесь целых Четыре игрока Ассисты отрубают болцы И таким образом Надо за контролем Здесь коннектор Фелпс отвечает На Сиза Дальше находит Флейми Флейми Точно делает все Замечательным образом Хенни Тем временем Запушили Он пытался в упор Что-то сделать Но у него ничего не получилось Шоу тайм Вместе с Лукасом Остается втроем Против команды Нави Это реально Самый лучший шанс Который у них был Из последних раундов И нельзя Нельзя его проиграть 49 хп Остается у Шоу тайма Который получил Хаешку И Лукас Решает отступить Ну правильно Засейвить сейчас Очень важно Для бразильцев У них кстати По деньгам Если сейчас Засейвят два этих игрока То по деньгам Все будет хорошо В свою очередь Нави Сейчас должны Просто включать ногу И бежать Искать своих оппонентов Потому что По деньгам У Нави Все хорошо На оставшиеся раунды А вот как раз У Темпа Шторм Могут быть проблемы Поэтому Нави Нужно очень важно Найти сейчас Своих оппонентов Вроде же Как они смотрят На свои деньги Да Ну там Получается что 7 800 4 105 Ну то есть Вроде как будут деньги Все таки попытались бы найти Да парни сейчас уже идут Зевс с Эдвардом Пришли на B Здесь чисто Зевс Не не найдется Не хватит времени И очередной матчпоинт Маппоинт Да в данный момент Если бы это была бы Первая карта Для Темпа Шторм Тогда бы это было бы И матчпоинт Но мы видим Что это 1-0 по картам Если кто там спрашивает Оверпасс Нави Первую взяли И Темпа Шторм Сейчас на грани того Чтобы взять Коблстоун И дойти до Миража Но Нави Показали хороший камбэк На второй половине Сейчас посмотрим Чем это все закончится Все таки девайсы имеются Фулл раскидки имеются У Темпа Шторм Имеется 2 Фамоса Не фуловые раскидки Плюс 2 АК-47 И АВП У того самого Хэнни Который в этот раз Кстати контролит снова Лонг Мы помним то Что в предыдущие разы Когда он не контролил Боковую Точнее в предыдущем Всего одном раунде Когда он не контролил Боковую Нави по нему пришли И смогли совершенно Спокойно законтролить А здесь он все таки Понимает Что была ошибка сделана Что надо делать работу Он над ней И меняет свою позицию Работая на ЗЗ И на Лонге Что довольно интересно Нави тем временем Готовит выход на дропруму Флейми Получает по щам Носис отвечает За своего товарища Фелпс правда Отрубает Костю И остается Эдвард Вместе с Девсом и Гардием Втроем против 4 игроков Темпа Шторм Очень будет сложно Здесь что-либо делать Неужели они собираются Реально дальше выходить Потому что здесь очень Очень усилен бэклэнд Но они предпринимают решение Идти дальше Эдвард Эдвард проседает до 25 хп То, что у них сейчас там В Тимспике творится Надо идти Нет, не надо идти Давайте забьем Гарден остается соло Ковыч решил прикрывать Своих товарищей Для того, чтобы те вышли На дропруму Да, именно так оно и будет Ковыч Давай, Ковыч Настало твое время Находит шоу тайма Дальше тем временем Болт сидит, ждет Контролит Выход из дропрумы Но не доконтролил Зевс Сносит ему голову Фебс будет следующим Который будет принимать Но у Зевса прет У Зевса идет стрельба Хэнни остается соло Против троих С веслом Ставится бомба И АВП Хэнни Скорее всего Здесь проблем не решит К нему сейчас еще и в спину Зайдет оппонент В виде Зевса Но он успел ротироваться И таким образом Вполне возможно Засэвить свой AWP И находит Зевса убивает его Но в любом случае Это будет 13-15 Все еще в пользу Темпа Шторм Все еще Маппоинт Браво Нави в этом раунде Не переворачивает Меньшенстве на большинство При этом Сид с Флейми Ошибается Там я бы отметил Также действия Темпа Шторм И все-таки Гуардиан С пистолетика Показывает кто здесь король На самом деле То есть надо было Просто показать А по кингаму у нас проблемки Проблемки у Темпа Шторм И обязаны не делать Эко-раунд Я думаю что Нави Это понимает Так вот Что сделали Темпа Шторм Опять же Рекомендуется демка Скачать Посмотреть Как прикольно Можно контрить дропрум Когда напрягают Его террористы Сид с Флейми Работали в дропруме Дали гранату Чекнули Никого нету И когда в тот момент Когда они собирались Вот видимо Или выходить Или опять же Делать какой-то чек Прилетела флешка И с двух сторон Три игрока Темпа Шторм Вышли И разменялись Для себя в плюс Оставили таким образом Команду Нави В меньшинстве Нави Я не знаю Даже как это назвать Начали в дым В огонь Ломиться на БМН Но в какой-то момент Остановились Вышел Гардиан Сделал минуса И в конечном В конечном счете Все-таки Нави меньше на больше Взяли раунд Отличный валидольный раунд Прямо я уже Ну вот я уже Очень жесткие ошибки От двух игроков Которые находились На дропруме Да Два человека с фамосами Они легли очень-очень быстро Это по-моему был Болтс Смесь То ли Лукасом То ли еще кем-то То есть Эти два Бразильца Могли остановить Этот пуш Дропрумы От двух игроков Команды Нави Но у них Совершенно ничего не вышло Там очень легкие фраги Для Зевса были И опять же Да Даниил сыграл На очень-очень Хорошем уровне Тем временем Босс погибает Последним Здесь был экономический раунд От темпы шторм И сейчас Будет самое жаркое Самое горячее Либо допы Либо победа Бразильцев И третья карта Посмотрим Чем это все завершится Ну отличная игра Отличный валидольчик Все как я хотел Вообще великолепно Все как должно быть На одной четвертой Первый же матч на арене Первый же матч на арене Никакие группы Никакие там Вот эти коморки В которых они катали Сейчас Серьезная заруба Для хорошего зрителя Для того зрителя Который пришел на стадион Для нас с вами в интернете Это то что мы хотим Видеть больше всего И то ради чего И лично я встаю Например с утра Просто увидеть хороший Контерстрайк А на того явно стоит И покомментировать его И для вас показать Болтс сидит у нас Ждет на лонге Замечу что Темпо шторм усиливают Лонг вдвоем В этот раз Троих игроков Оставляют на Двух на друме И одного шоу тайма На приеме Плато Однако Гардиан И его команда Постепенно выдвигаются На мидл Оу Лука Сдает опен фраг На сизда Флейми Его дружочек Не может разменять Своего тиммейта И пока что Остановились Нави Хотя Флейми хочет Выйти дальше Через смок Что он делает Он забирает по моему Гранаты что ли Своего тиммейта Да он просто их забрал Закрытый сейчас Нави со всех сторон Они играют Замкнуто Находятся все Вчетвером в кучке Но тут для них Хорошая новость То что все таки Два игрока Находятся в боковухе И видимо Темпо шторм решили Что сейчас нужно Укрепить эту позицию Нави в это время Флейми мы видим Работает В дроп руме Флейми делает Минус Лукас Отличное начало Можно Четыре в четыре Ситуация Стягивается уже Саупа Гардиан Находят шоу тайма За камнем Только Хэйни Получается что Темпо шторм Очень сейчас слабо Контролирует Бэплайн Не так уж сложно Будет выйти Смог хороший на куб Хэйни решает Играть в клоус дистанцию Выходит на Ленина Сейчас будет Спрейить смог И соответственно С этим палит Свою позицию И ставится бомба В этот момент Флейми находит голову Хэйни Отбрасывает ее Очень быстро Фелпс будет падать Предпоследним И болтс Остался соло Против четырех игроков Нави И это Допы И кстати вот Гардиан Наконец-то включился Он начал В каждом раунде Он начал делать По минусу По два И наконец-то Все это у нас Пока заканчивается Допами Браво Нави Великолепный камбэк Браво Темпо шторм Очень крутая игра Два игрока Уходят в туалет Пишет Флейми Видимо в тот туалет Который на оверпасе Да Остаются Нави Сейчас за Террористов Это хорошая новость Для них У нас по три раунда По-моему Если я не ошибаюсь За каждую сторону Будет играть команда 10 тысяч стартовых денег Нави Остаются за террористов Темпо шторм Остаются за дефенс Парням Все-таки На самом деле Как Нави В свою очередь Нужно подумать Насчет дефенса Когда Нави Точно так же Были в сложной ситуации Не могли ничего сделать Все получалось У Темпо шторм Сейчас Нави Будет продолжать Играть за атаку Ну Я даже не знаю Тут вроде Все очень-очень Даже неплохо На самом деле Флейми мы видим В последнем раунде Сделал 3 килла Отличная работа Да вообще 31 фраг На второй половине Точнее вообще За всю карту Это сумасшедший Совершенно фрагстат Он имеет его Это топовый фрагстат На карте Он обошел Хэнни С его 25 фрагами И все еще Сист не может ничего показать Все еще Он находится внизу 13 фрагов И болтс и лукас В спячке были Всю вторую половину В очень жесткой спячке У лукаса К концу первой половины Было 11 фрагов И за всю свою вторую половину Он сделал 2 фрага Это довольно слабый Для него показатель Ожидаем От него Наверное Более сильные игры На допах Посмотрим Посмотрим К чему это все приведет Тем временем Он показывает все еще сцену Парни в напряжении уходят Поговорить Подумать О жизни Я не знаю Чем они там вообще Могут думать в этот момент По-моему Должно быть невероятное напряжение Нужно как-то выходить Из того положения В которое они сами себя загнали Особенно темпо шторм Я думаю Да Тут просто вот знаешь Вот в этих ситуациях Опыта все-таки у нави Намного больше Опыта таких стадий Опыта допов В таких стадиях А вот темпо шторм Намного сложнее Да Они сейчас по максимуму У них только болт сыграл На такого уровня ланах Да И когда он играл LG особо там Далеко не проходили Но мы с тобой смотрели Они довольно неплохо играли Они по-моему Вышли на сцену Или нет Не На сцене может быть Они и были Но после замены После того как взяли ФНХ и ТАКО LG начали карать безбожно И они начали занимать Чаще попадать Чаще скажем так Дипраней Да Проходить в более глубокие стадии И чаще Заходить Да В призы Там Более Высокие деньги Забирать Большие деньги Ну Короче Я к тому Что с болтсом Проблема может быть Даже не в болте Я не говорю о том Что То есть Но после того Как поменяли Двух игроков Люминосити Начали играть Лучше И они Вот помнишь Даже вот Первый Вообще Как это все Происходило На фейсите Игра Начинается Начинается С того Что Отлетают Люминосити с счетом 16-0. Все орут в интернете, мол, ааа, что это, как это, куда вы вообще приехали, кто ваши родители. А на самом деле чуваки потом просто собираются и по дороге они обыгрывают бывших TSM со счетом 2-1, они обыгрывают француза Венвес со счетом 2-1, выходят в финал и в конечном итоге проигрывают Фнатиком со счетом 2-1. Вот мы еще вспоминали Инферно, да, что вот, мол, типа Люминосити выиграли Инферно у Фнатик. Вот как раз это, по-моему, было на Фейсити. Ну, то есть, и вот мне кажется, что Темпа Шторм, опять же, я говорил, да, это мини-копия такая, Люминосити, и опять же, я очень надеюсь, что эта команда будет только прогрессировать. Сейчас они демонстрируют хорошую игру, и, ну вот, у нас вроде как Na'Vi фаворит, да, но при этом у нас на второй карте допы. Да, и причем Кобл Стоун это та карта, на которой мы вообще не ожидали от них допов вообще ни секунды, я бы сказал. А того провала, который они показали на первой половине, мы точно не ожидали. Опять же, все это ножи, все это ножи. Мы видим, насколько хороши Na'Vi на атаке. Если бы они взяли ножи, они выбрали по таку, и все было бы, в принципе, совершенно логично и адекватно. Они бы сломили бы Темпа Шторм и их мораль, и их эмоциональное состояние. Потому что бразильцы, они как горячи, так они и всегда могут обратно взлететь. У нас начинаются уже топы, можно переходить в Counter-Strike обратно. Мы видим то, что дабл на ВП у Тим Шторм, и ТС будут защищаться вчетвером на Б-Пленту. Будет довольно интересная здесь защита, потому как Na'Vi уже начинает раскидку, но мне кажется, что они сейчас будут пытаться обманывать все-таки противника. О-о-о, Гордин вообще пошел через Т-спаун. Посмотри на это движение. Нет, он вернулся обратно. Я не знаю, да, видимо, решил сходить к синему. Но не суть важна. Важно то, что 15-15. Начало допов. Напоминаю, что это шестираундные десятитысячные допы, что означает то, что если вы проигрываете два раунда подряд, то на первой половине у вас не хватает девайсов, скорее всего, в большинстве случаев. За атаку будут деньги, если проиграешь два раунда, а вот за дефенс точно не будет. Особенно с двумя веслами. Если ты покупаешь дабл АВП, то тут очень-очень большие проблемы могут быть с экономикой, но ясное дело бразиться уверенно в своей победе, иначе бы они здесь не играли, какой вообще был бы смысл. И пока что 57 секунд остается у команды атаки, она никуда не двигается. Флейми продолжает вместе с Сиздом играть на дропруме. С Флейми подгорел, откидывает молотов, у него остается 65 хп, немножко больно, конечно, но не так же страшно. Флейми открывается, сейчас Болтс его будет принимать. Здесь за ящиком стоит этот замечательный бразильский игрок, бывший игрок LG, напоминаю, но его выгнали, выгнали за неуспешную сдачу. Кого Флейми? Я шучу. Я хотел сказать, что смотри, вот Флейми Сизд Гардиан сейчас работает перед Б, а Зевс Сэдвордом Пелпс одна шел с голову Сизду, и снова Сизд ничего не может продемонстрировать. 13 фрагов у этого парня, Флейми откидывает голову Лукаса. Лукас, кстати, тоже подсдал на второй половине, и теперь все еще не показывает игры, даже после этой маленькой паузы. Хэнни тем временем отыгрывает с девятки, выходит, дропается и находит Эдварда. Зевс тем временем также падает, Флейми вместе с Гардиан остается вдвоем, про 4-х игроков темпа Шторм, и времени нету, 3 секунды осталось. Очень вялый, очень медленный раунд от команды Na'Vi, заводит их самих, вот этот Flipside Tactics формат. Я вот как раз хотел сказать, что в тот момент, когда ты наблюдал за экшеном перед Б, да, и там вроде как находилась бомба, Зевс с Эдвардом находились наверх-вниз и в районе боковухи, и они должны были то ли фейковать, то ли стягивать на себя халпу. В итоге они заняли верх-вниз, да, вот заняли эту небольшую площадку, потусили там и ушли назад. Потом, когда парни, оставшиеся, встретили сопротивление в дропруме, они почему-то решили, что надо уходить на А обратно. То есть они столкнулись, как бы волна на волну нашла, они возвращаются на А, и в конечном итоге их начинают принимать, и у них не хватает времени установить бомбу. Ну и нами проигрывают первый раунд на допах, начинается все с небольших проблемок. Хэнни, кстати, пропушил у нас Солонг, стоит на этой ударной снайперской позиции, Шоу Тайм нашел свой фраг с АВП на Флейме, тем временем на Бпленту доигрались. И вот он, вот он фраг от Хэнни. Замечу, что он уже выходил сюда раз так пять, наверное, ни разу он не находил ничего лица, однако нашел сейчас Эдварда, находит и Зевс, который пришел поджимать его со спины Зезе. Очень четко играет бразилец. Я не знаю, он выкладывается здесь на все 150% из 120 возможных, потому что парень демонстрирует лучшее, что только может продемонстрировать такого уровня бразилец. Мы не ожидали. Это темные лошадки, которые работают с начала до конца, а у Ковача, ну нет, у Ковача второй половине все получалось замечательно. На защите все еще он не демонстрировал. Посмотрим, как он будет демонстрировать на защите в допах что-либо, однако этот первый раунд уже подходит к логичному... Второй раунд, прошу прощения, приходит к логичному завершению. Темпа шторм могут выйти уже на 17-15, и здесь Сизду нужно будет сделать невероятное усилие над самим собой и Фелпс! Нет, не получается ничего сделать против Фелпса. Гардиан настроенрует шоу тайма, и Гардиан смотрит камень, там противник, он это прекрасно понимает. 16 УП дает лэкшот по Хэнни, то остается 18. Однако Фелпс запушил Гардиан, и Ковач погибает последним. Я не знаю, обсуждали ли что-то Na'Vi в перерыве, но вот этих два отданных раунда, абсолютно какая-то бездарная игра, абсолютно. Парни, куда вы делись? Ляо, вы же тащили за атаку, что с вами произошло? Просто два раунда подряд они отдают, камбэчили, камбэчили, и в конечном итоге вот так вот очень плохо отговорились. Естественно, две снайперские винтовки в самом начале, да, отдали два опен-фрага легких. Не было размена, да. Ну а какие размены, ты видел, где они находились, да? Хэнни сразу же, к Зевс вышел сразу за зэк на Хэнни, на размен, потому как он прекрасно знал, где находится снайпер ТСов, но ты видел, чем это закончилось. Он просто вышел со спины и получил в лицо со снайперской винтовки. И после этого не живут, травму несовместимую с жизнью он получает и отдает второй фраг до команды ТС в самом начале раунда, и сейчас уже 15-17, нужно обязательно натащить, иначе совсем все будет печально. Однако посмотрим, Хэнни, Соло под мостом, замечу, что в этот раз он не занимает лонг, пытается разнообразие, выходит на Флейми, Флейми откидывает ему гол. В этот раз снайпер команды ТС подводит свою команду, и Болтс, приемка пошла неплохая флешка, очень поздно флешка зашла в Болтс. На самом деле должна была немножко пораньше, он простреливает еще и Зевс, оставляет ему 13 хп, успевает уйти на пушки. Команда Tempo Storm полностью всем составом, не читая одного, по-моему, Шоу Тайма, да, Шоу Тайма ротировалась на Аплэнд, и теперь уже брать его будет довольно сложно, Флейми погибает. С ВП. Да, с АВАПом, но у Гардена есть еще один, так что можно, в принципе, попробовать здесь от него сыграть. Ковач смотрит с лонга, он забрал, кстати, его у Флейми и идет дальше, точнее, он ему купил. Нужно ждать Дениса, ждите Дениса, смотрите, что делает Денис, сейчас ключевой, если сейчас не поторопятся Na'Vi, могут взять раз. Ну, Сист вышел, Гардиан сразу же сыграл под него, неплохой размен один в один, у Зевса вторая снайперская вентовка на апдауне, и Гардиан выходит постепенно к пушкам, здесь стоит Локос на балконе, который справился с одним, Болт справился с другим, и Темпа, Шторм взяли в 18-15. АП как тебе штатные авописты, Флейми и Зевса, тут Гардиан с палки не попадает, а что нужно говорить про этих, ну ладно. На самом деле они могли здесь, ну то есть они в предыдущих показывали, ладно тебе, Зевс может стрелять, Сист может, просто, например, у Систа вообще сегодня не получается ничего буквально, то есть эти 13 фрагов, это вот тот стоп, который он сам себе показывает, да, он не может ничего сделать, к сожалению. 13 фрагов на протяжении невероятного количества времени. Не знаю. Дима, это плохо. Дима, это плохо. Я не знаю. Ты не Дима? Я, я Дима. Но, я сам себе уже говорю, это плохо, все это уже плохо. 3-0 за атаку на допах, куда? Что? Что ты меня спрашиваешь? Скар, Скар от Флейми, оружие массового уничтожения, последние надежды, Скар от Флейми, дамы и господа, давайте посмотрим именно за ним, скорее всего это будет Курятник или вполне возможно даже Бокс, но Курятник, я чаще всего замечаю, как профессионалы используют Скар на Курятнике. Именно так оно и будет. Изи прогнозист просто-напросто позиционки от автоматических снайперов. Однако Флейми меняет свою позицию, ротируется обратно на Аплэнд, ассист работает на дропруме и в Гардиан супер агрессия, 62 хп не остается, он со снайперской винтовкой, пытается хоть что-то сделать здесь на платформе, но пока не попадает, хотя дал лэкшот по полцу, судя по всему, того 15 хп осталось, но этого недостаточно, чтобы умереть. Эдвард пока что держит платформу, к нему выходит шоу-тайм и кампания и темпа шторм вроде как готовит. Мне кажется на самом деле, что это фейк сейчас будет, они откидают все, что у них есть и убегут отсюда просто-напросто. Они такое делали уже не раз, Эдвард пропушил, дал минус два, но дальше у него ничего не получается. Гардиан отличнейшая стрельба, но пока что вот попал наконец-таки по Лукасу, дальше Фелпс отвечает на Сизда, но Гардиан все еще не вредим. Нет, в конце концов его запушили точно так же, ситуация 2 в 2. Фелпс оформил минус 3, Зевс заходит со спины, Флейми со Скаром у Куба. Зевс очень спокойно движется с шифта, простреливает Фелпс, у того остается 5 хп. Не сгори, братан! Не надо, не надо, не сегодня. Только не сегодня, только во всяком случае не сейчас, потому что сейчас один раунд всего отделяет темпо-шторм от того, чтобы взять этот Кобблстоун. 30 секунд осталось у ТСов для того, чтобы найти детонатора. Они находят Флейми, тот погибает, и Зевс остается соло, а он теряет, точнее уходит с позиции. 22 секунды остается, он будет играть на удержании, но и на удержании у него ничего не получается. Хэнни последний выстрел прямиком в тушку Зевса, и 19-15, это то, как темпо-шторм заканчивает эту вторую карту. Кобблстоун с допами. Сеня доволен. Сеня доволен, не знаю почему. Потому что он сейчас покомментит третью карту Na'Vi. Темпо-шторм против Na'Vi? Да, и какая-нибудь по-любому должна быть история, Сеня. Ты должен зрителям историю про Зевса. Обязательно, чтобы у всех не было так грустно. Ужасная игра на допах, просто катастрофа. Na'Vi за атаку очень плохо отыграли первых три раунда. Сейчас девайсных, Флейми со Скаром. Это тоже как-то все так... Я понимаю, да... Это просто боль. Реально, в сердечке отдается. Я все еще, на самом деле, доволен бразильцами. Я все еще... Да. Отдадим должное, парни. Молодцы. Это просто невероятно. Это то, что хочется видеть от молодых. Хочется таких больше. Хочется, чтобы было больше команд в Польше. Например, чтобы CSGO Lounge и Vex показывали такую игру. Чтобы вот эти молодые парни... Я так понял, они уже не покажут. Ну, неважно. Их был шанс, и он есть у них регулярно. Вот тебе Tempo Storm, которые совсем недавно появились. Пришли и говорят такие, парни, у нас есть возможности, мы хотим стрелять, мы хотим убивать. Мы вышли из группы со второго места. Эти парни вышли из группы. С второго уже, я ведь прав, по-моему, да. Да, после Astralis. Да. И они вышли, они показывают на сцене теперь, ладно, они в коморках сидели, не было давления никакого. Потому что ясное дело, что здесь катавийцы все болеют за Na'Vi, если выбирать между Tempo Storm и Na'Vi. Потому что это самая близкая страна. И Na'Vi очень известная. В Европе все обожают Guardian. Все просто молятся на него каждый день. Поставили ему статуэтку где-то дома. Но Tempo Storm, говорят, нам все равно. Вы можете быть невероятными опытными игроками. Вы можете быть даже нашими идолами. Вы можете даже быть теми, о кого мы смотрим регулярно. Учимся у вас. Однако мы все равно сильные. Мы хотим показывать новый Counter-Strike. Мы хотим показывать молодой Counter-Strike. И бразильский агрессивный супер Counter-Strike. Очень классная катка. Очень крутой кобл. Заряжает. Да. Две стороны за атаку парни продемонстрировали хороший Counter-Strike. За дефенс не очень. Но Na'Vi просто на допах. Ну это, я не знаю даже. Ладно. Это Na'Vi на допах. Я надеюсь, что Na'Vi сейчас сделают выводы. Вместо меня присоединяется Арсений и Сеня Треноженко. Да. 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 Я остаюсь и никуда не убегайте. Обязательно оставайтесь с нами. Буквально минут через десять мы начнем следующую игру. У нас будет хороший клинфит с всех вот этих вот движений на арене. 100% после мини-рекламы. И мы будем наслаждаться с вами красивым видом внутри арены. Не переключайтесь. Не переключайтесь. Это на арене. Это на арене. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.